всем привет тут вроде бы успела подключиться немножко задержалась не рассчитала время на подготовку и так я вижу что вы подсоединяйте сейчас у меня тут еще немножечко вот время вроде бы все должно видно слышно быть поставьте мне сердечки что у меня видно слышно а вот вижу спасибо сегодня мы с вами собрались чтобы опять порисовать сегодня у нас очень романтичная девушка в шляпке прекрасная шляпка соломенная волосы волной такой вот референс сегодня использую для создания нашего акварельного этюда использовать будем акварельную бумагу акварель просто карандаш ластик все как обычно без линера чисто акварельный скетч почему мы рисуем без линера потому что мой самый тонкий линер сказал мне пока дойти до магазина мне не получается поэтому пока мы без скетчей с линер как только я соберусь и дойду до магазина обязательно и с линером порисуем итак давайте начинать потихоньку я рисую в своем скетчбуке обзор на этот скетчбук можно найти у меня в профиле где у меня пост вот с этой работой там фотореференс если кто не видел там в карусельке из фотореференс девушки шляпки работаем мы на прямоугольном формате сам фотореференс он более вытянутый прямоугольный но мы выделяем только девушку в шляпке по желанию вы можете добавить больше пространства и тут уже посмотрите скомпоновать более квадратный формат либо в прямоугольный запись конечно же будет будет запись в IGTV если у меня получится сохранить а ну и на ю тубе как обычно я параллельно снимаю на камеру и на youtube завтра обязательно запись выложим поэтому если вы сейчас смотрите меня на ю тубе вам тоже отдельный привет для тех кто сейчас со мной прямом эфире вам большое спасибо за то что присоединились за то что пишите в чате это очень меня бодрит поддерживает и помогает мне на хорошем в хорошем настроении с вами рисовать так давайте будем начинать потихоньку располагаем лист вертикально и начинаем компоновку использую я простой карандаш у меня механический карандаш но сам стержень у меня мягкий потому что чтобы вам было хорошо видно я делаю очень яркий карандашный рисунок вы же постарайтесь сделать не такой яркий карандашный рисунок потому что он вам будет потом мешать когда вы будете работать акварелью дать ее к сладости и кайф отлично обязательно налить все чаек я кстати опоздала именно потому что я пила кофе с шоколадкой поэтому вы на меня ничего не серчайте не рассчитала времени давайте будем начинать первым делом нам нужно сделать сами разметку это вообще как обычно здесь можно сказать спасибо большое девушке потому что ширина шляпы и ширина ее тела практически одинаково то есть мы с вами примерно по центру листа компонуем нашу шляпу с этой стороны и с этой стороны ставим две засечки с правой стороны мы оставляем чуть больше места потому что у нас идет объем волос вправо и с правой стороны если вы подставите прямую линию и проверите свой фотореференс вы увидите что спина выходит чуть дальше чем объем шляпы плечо чуть чуть подальше а с левой стороны наоборот то есть вот тут у нас заканчивается шляпа плечо чуть-чуть уходит правее на получается что когда вы компонуете шляпу обязательно оставьте тут больше места чем с левой стороны для того чтобы у вас влезло движение волос потому что если вы так сказать скажем поймаете настроение волны начнете мазками добавлять движение прядок вы можете чуть-чуть перестараться сделать чуть больше волос и будет казаться что волосы вот в эту сторону сильно ушли уперлись в край листа им очень тесно вот этого ветра и воздушности не будет поэтому обязательно посмотрите чтобы хотя бы вот так вот как я сделала два сантиметра у вас оставалось до края листа с этой стороны сверху сама шляпа сама шляпа у нас не должна упираться слишком впритык к краю листа потому что здесь все таки настроение воздуха ветра что девушка у нас смотрит на море на фотореференции в самой работе мы тоже будем добавлять голубой фон чтобы показать что именно вдаль такую голубую даль мечтательная девушка у нас смотрит поэтому тоже не делайте впритык оставляем достаточно пространство я думаю тут сантиметра 4 примерно если у вас опять формат как и у меня дальше мы знаем ширину мы знаем где у нас должна закончиться шляпа если мы знаем ширину мы можем найти высоту то есть вы измеряете ширину шляпки по полям по самой широкой части и сравниваете ее с высотой видим что ширина больше а высота меньше то есть вот примерно на несколько сантиметров высота меньше чем ширина мы этот отрезок берем и откладываем вниз то есть вот я отмечу этот прямоугольник у нас для шляпы нижняя часть у нас для тела с волосами обратите внимание что внизу у нас остается достаточно много пространства не меньше чем шляпка если вдруг у вас получается что нижняя часть меньше чем высота шляпы двигайте шляпу вверх вот на этом этапе когда мы с вами разметили только прямоугольник его достаточно легко поднять вверх если вдруг у вас внизу осталось очень маленькое расстояние то есть не меньше чем высота шляпа должно остаться внизу либо как шляпа либо чуть чуть больше как у меня сделали и начинаем более точную разметку мы с вами сейчас разметим объем шляпы найдем верхнюю часть найдем поля и потом уже по отношению к шляпе найдем объем спины сейчас я уточню что это не академический рисунок мы с вами создаем быстрый этюд акварелью по фотографии и здесь у нас нет задачи делать точно построение объема спины движение позвоночника как у нас идет крепится к позвоночнику затылочная часть объем черепа мы это все с вами не ищем потому что у нас стоит другая задача мы делаем акварельный этюд если бы мы с вами делали академический рисунок и так сказать хотели бы идти по более классическому пути мы бы с вами делали бы все совершенно по-другому так как мы рисуем по фотографии я вам показываю принцип именно работы с фотографией и данный принцип поможет вам достаточно быстро улавливать объем любого предмета и человека в том числе поэтому рисуем дальше небольшое такое отступление так мы с вами что делаем мы знаем что вот это вот верхняя точка это верхушка самой шляпы именно ее центральной части мы видим что верхняя часть у нас выше нижняя часть где поля идут ниже то есть мы можем себе сделать здесь засечку что вот настолько у нас вверх уйдет верхняя часть шляпки а в нижней части у нас идет поля дальше мы знаем что центральная часть шляпы вот это ее основание основание это поля вот центральная часть она находится точно по центру не может быть такого что вот у вас центральной шляпы съехала влево и либо съехала вправо то есть вы можете зная что зная что вот вот эта нижняя часть это поля найти серединку найти серединку найти серединку вот себе подсказать примерную серединку то есть именно для того чтобы найти ширину шляпы точнее ширину основания этой верхней части шляп где у нас находится голова мы точно знаем что она находится по центру она не может съехать ни влево ни вправо ни вверх ни вниз если бы мы смотрели на шляпку сверху так как у нас шляпа немножко мы смотрим на нее сбоку немножко снизу поэтому ее верхняя часть поднимается чуть-чуть вверх но вот эти вспомогательные линии нам помогут с вами отметить отметить объем центральной части если мы с вами померяем по фотографии мы увидим что если мы разделим найдем ширину поля вот этой вот поля шляпы боковые части то мы увидим что данный отрезок входит два раза в длину шляпы то есть тут достаточно просто мы нашли с вами центральную часть мы нашли два одинаковых отрезка слева и справа и каждый этот отрезок мы делим пополам каждый отрезок делим пополам это и есть ширина центральной части шляпы так как у нас шляпа находится в перспективе в перспективе мы смотрим немножко вот с этой точки снизу получается вот эта вот центральная часть уезжает вверх уезжает на такое же расстояние на которое вы подняли вверх вот эту часть шляпы верхней то есть вот этот отрезочек вы дублируете сюда и засечки сюда то есть это у нас получается то место где будет находиться объем нашей центральной части вот на этой оси нижнюю нижний объем давайте мы под уберем чтобы он нам не мешал мы нашли вот это положение дальше так как у нас центральная часть вообще шляпа это круг ось круга находится по диагонали вообще ось этого эллипса на которую мы смотрим вот верхняя часть шляпы то есть теперь мы находим это движение немножко через центр наклоняем центральную часть шляпы по диагонали вот таким образом и вверх вверх у нас получается объемчик высота уходит не по прямой а также по легкой диагонали справа и слева это высота внутренняя часть шляпы это эллипс наметим данный эллипс помним про перспективу половинка эллипса перед нами больше дальняя часть чуть чуть меньше раскрытие этого эллипса мы делаем на глаз учитывая вот движение данной линии где у нас верхняя часть шляпы соприкасается с полем дальше мы увидим вот эту вот высоту боковой части нашей шляпки в ее верхней части и здесь оставшийся верхний отрезок мы условно делим ну где-то пополам находим эту точку и дублируем ось сверху вот здесь дублируем вот это вот внутреннюю линию делаем параллельно ей то есть вот это вот прямоугольник это высота верхней части шляпы на которую она поднимается над полями и верхний эллипс его раскрытие его раскрытие делайте такое же как и внутри то есть вы просто дублируете то что уже нарисовали внизу и у нас получилось что у нас получился прекрасный эллипс мы с вами не находим центральную часть эллипса дополнительные диагонали не находим не выстраиваем каждую его деталь то есть так как мы работаем по фотографии мы на нее опираемся но примерно нам нужно прочувствовать как вверх поднялась шляпа здесь самое главное учитывайте именно раскрытие эллипсов чтобы вот его половинка перед нами была шире чем дальняя половинка и за счет этого у нас получается перспектива до дальнее раскрытие меньше перед нами раскрытие больше теперь для того чтобы дорисовать поля шляпы мы с вами диагональ на который стоит наш эллипс дорисовываем это диагональ уже круга эллипса который находится в основании шляпы что мы с вами делаем мы также отрисовываем данный эллипс примерно вот у нас получается перед нами раскрытие побольше за нами раскрытие поменьше учитывая эту центральную часть вот здесь у меня немножко он выйдет за пределы моей разметки но это не критично то есть очень так условно с вами разметили нашу шляпку нашу шляпку пока ее оставим вот в таком виде то есть мы нашли верхнюю часть нашли поля понятно что мы здесь еще нарисуем ленточку более точно отрисуем форму самой шляпы потому что шляпа соломена она не имеет острых углов она достаточно пока ты то есть это вот такое обрубок основа шляпы в которой мы будем дальше работать а пока мы ее оставляем по отношению к ней мы и найдем нижнюю часть девушки нижнюю часть девушки так сказала очень очень интересно звучит мы найдем плечи девушки спину но здесь нужно учитывать что у нас шляпа закрывает шею волосы закрывают также шею и часть спины поэтому мы конечно же будем себе помогать подсказывать тем самым упрощая задачу смотрите нам нужно посмотреть вот у нас есть условная . вот моем случае вот она делал заканчивается шляпа мне нужно найти вот примерно вот это мы видим что движение плеч идет по диагонали вот примерно так по диагонали то есть мне нужно проверить вот этот вот отрезок большой от шляпы в этом месте до плеча вот этот вот отрезок что я делаю я беру на фотографии карандашиком измеряю данный отрезочек и сравниваю ну например с высотой шляпы на то есть если мы измерим эти два отрезка то они будут равны вот насколько у нас вверх уходит шляпа ты тут высота настолько есть то есть вот в этом месте у нас должно идти плечо мы видим что плечо не выходит за пределы шляпы то есть вот у меня был в моем случае я все вспомогательную линию прочерчиваю вниз вот здесь у меня заканчивается шляпа а сама плечо чуть-чуть отходит правее то есть вот у меня получился с вами угол где находится плечо с другой стороны точно также мы делаем если мы прочерчим вспомогательную линию где у меня заканчивается шляпа то спина и объем плеча выходят вперед вот примерно на такой вот небольшой отрезок и у меня получился есть так я условно доведу меня ну получился вот такой вот прямоугольник по диагонали условное место и движение плеч и спины сделали дальше нам нужно найти линию где начинается прекрасная ну давайте будем думать что это платье или какая-то кофточка такая кружевная нам также нужно найти высоту вот насколько у нас плечо и спина раскрывается измеряем ее сравниваем ну например опять же со шляпой то есть чуть больше чем высота вот примерно где у вас идет вот это вот центральная линия и точка основания этот отрезок мы берем и ставим сюда примерно проводимся вспомогательную линию и что мы с вами имеем мы имеем верхнюю часть спины и нижнюю часть вот остаток у нас будет для платья у кого насколько платье раскрывается все равно так как это идет мы будем делать такой незавершенный край но здесь смотрите чтобы у вас не было такого что спина закончилась там где край листа должно быть расстояние что мы с вами делаем мы условно сейчас ищем объем волос если мы проведем вспомогательную линию вот у нас точка где заканчивается где упирается верхняя часть шляпы с полями мы проводим вспомогательную прямую линию вниз если мы посмотрим то именно в этой точке находятся вот эти вот первые условно короткие пряди и и только потом отходя от данной вспомогательной линии примерно полтора сантиметра в моем случае у нас начинается вот это вот движение волос сюда вниз на спину также здесь вспомогательную линию прямую опускаем вниз и чуть-чуть правее на сантиметре где-то идет движение волос с этой стороны то есть мы с вами нашли объем основной объем волос и теперь мы можем более точно отрисовать то что у меня точно то есть то что у вас уже получилось то есть у нас сами основа мы разметили шляпу мы разметили объем спины мы отметили место где у нас находится нижняя часть платья то есть верхняя часть кружевная часть и там где у нас начинается объем волос когда уже все это найдено достаточно условно на по такой заготовки намного удобнее и проще отрисовывать на глаз с фотографии да вот сейчас вы можете сматриваться фотографию и стараться уловить все характерные линии она уже такой вот готовый объемчик что мы с вами делал мы ну например займемся плечо в нашем случае здесь вот . где плечо соприкасается с данной линией там где у нас идет трапециевидная мышца тут у нас дельта заканчивается и есть вот этот вот переход в шею небольшой прогиб то есть вы должны его заметить на фотографии в этом месте и плечо само достаточно такое пока то я мягкая то есть нет такой активной дельтовидной мышцы как у мужчины достаточно спокойную линию плеча делаем очень очень плавно это важно то есть конечно если вы хотите показать что данная девушка спортсменка тогда можно более так объемно и с более резкими линиями нарисовать объем плеча но я вот даже вот здесь делаю еще поспокойнее потому что вы должны понимать что когда вы рисуете в рисунке в любом будь это черно-белый вариант будь это цвет всегда все объемчики смотрятся чуть более резкими чем на фотографии и когда вы рисуете особенно девушку можно чуть-чуть можно будет чуть-чуть именно сгладить сделать более мягкие линии то есть убрать некоторые морщинки убрать легкий объем мышц потому что в рисунке все это смотрится гораздо более утрированно если вы все достоверно точно передаете это нужно учитывать особенно если вы например рисуете под заказ портрет что нужно учитывать что вы в работе всегда все вот эти вот мелкие детали они смотрятся намного резче чем на фотографии сделали объем плеча так я вот пропустила чате у меня получается намного шире что именно получается намного шире уточните и не умею рисовать человеком тут мы рисуем только шляпу и плечи не переживайте так делали и смотрите если получается шире то возможно надо уменьшить центральную часть сделали слишком широкой то есть посмотрите идет плечо дальше к этому плечу можем можем тут вот визуально наметить движение бретельки по диагонали надо достаточно тут вниз сползла здесь она перекручивается этот момент можно также добавить можно не добавлять сделать прямую бретельку здесь достаточно близко к бретельке вот тут выходят волнистые волосы короткие и здесь прядка короткая здесь за плечо уводим и только вот в этом месте у нас идет движение волнистых волос то есть у нас некоторые прядки уходит вверх то есть это подчеркивает движение ветра обратите внимание что вот где у нас идет объем волос вот получается вот эта широкая часть прядки она тяжелая ее ветер поднять не может но чем дальше тем меньше волос и получать вот эти вот отдельно волоски они резко уходят в бок то есть сначала вниз вниз потом резко в бок и это подчеркивает движение ветра видите сначала вниз а потом вверх вниз вверх это именно показывает пластику волос что на них дует ветер так теперь отмечаем боковую часть тут они достаточно спокойно лежат вниз и вот только в нижней части мы мы чувствуем вот это вот движение ветра так вы понять пытались понять что людей рассмешила я не знаю но я заметила что в чате очень часто появляются хохотушки я их так называю про себя хохотушки приходят и начинают смеяться ну наверное настроение хорошее вы тоже улыбнитесь хохотушки это тоже хорошо в этой части у нас движение верхнего объема плеча скрывает объем волос но здесь мы видим как вперед выходит объем спины вот в этом месте здесь у нас бретелька белая и вот эту верхнюю часть плеча здесь закрывает объем волос опять же если вдруг не получается найти объем спины это все можно будет закрыть волосами про улыбнулись молодцы в процессе работы можно данный объем закрыть волосиками и ничего видно не будет также внизу у нас идет объем кружева здесь обратите внимание что где у нас бретелька здесь ткань находится вот в этой верхней точке потом где у нас идет плечо объем вот так вот ткани огибает плечо немножко оттопыривается здесь объемчик слегка уходит вниз по дуге а потом снова вверх и здесь объем ткани тоже вот виднеется немножко сделаем силуэт кружева смотрите как вам больше нравится можно сделать просто какие-то вот складки можно также добавить кружева как на фотографии я здесь под уберу лишние линии примерно что-то похожее добавим у нас нет задачи делать стопроцентную копию то есть стопроцентную копию в этом месте у нас идет объем небольших треугольников я предлагаю добавить один треугольник побольше ну как будто бы треугольник и здесь он внизу превращается в небольшой ромбик до конца не дорисован потом такой же пол ромбик поменьше потом снова побольше здесь опять поменьше то есть я прочередую таким образом так как я рисую сегодня без маскирующей жидкости я потом в процессе работы добавлю вот этот рельеф кружева если у вас есть маскирующая жидкость вы можете прямо сейчас более детально отрисовать объем данного кружева и залить это маской тогда будет смотреться очень красиво в итоге я делать буду не так прорисовано вот просто отмечу данные прямоугольнички в этом месте ну и здесь они уходят вниз на легкое расширение я вот просто эти диагонали на расширение покажу а весь узор уже сделаем цветом что такое маскирующая жидкость у меня есть посты в инстаграме делала обзор на два вида маскирующей жидкости так что поищите посмотрите по тегу совет дыриар у меня в профиле есть про это и отдельно еще писала что это такое так ну либо забейте в гугл тоже потому что сейчас если я начну объяснять это долго теперь делаем шляпку смотрите я по шляпке пройдусь клячкой вот если у вас нет клячки и вы не знаете что такое клячка тоже можно посмотреть в гугле я клячку колбаской скатываю и прохожусь по шляпе чтобы убрать лишние линии и чтобы было проще отрисовывать смотрите здесь что нам важно важно сделать верхнюю часть у меня карандаш закончился но у меня есть на запас обычный в верхней части нужно показать что объем покатый такой достаточно округлый и здесь также мягкая форма шляпы и раскрывается перед нами что делать если нет клячки возьмите ластик и аккуратненько сотрите все лишние линии сделайте рисунок менее ярким сделали теперь отмечаем нижнюю часть у нас здесь будет лента цвет ленты можно будет менять то есть посмотреть как вам больше нравится я еще добавлю дополнительные толщину смотрите здесь на фотографии этого не видно но когда вы рисуете что то все таки вот такие мелкие детальки когда вы добавляете вот тут вот небольшой объем ленты показываете что она не впритык шляпе немножко отходит так смотрится лучше и объемнее дальше моя творческая натура требует еще больше лент вы посмотрите если вам не нравится вы можете данный момент не добавлять но я вот в этом месте в этом месте добавлю хлястик и от этого хлястика две ленты хочется мне еще больше ветра добавить в данную работу вы посмотрите можно это не добавлять можно добавлять как нравится больше так и делать объем шляпы отрисовываем точнее я его не чуть чуть более такой округлый чтобы никаких резких углов сделали и в этом месте я все лишние линии в волосах уберу чтобы ничего не мешало все согласны что ленты добавляют атмосферы то есть если нравится тоже добавляйте можно сделать их покороче можно как и я подлиннее и здесь можно делать вот я сделала хлястик но по идее можно сделать и бантик смотрите можно сделать и бантик но помните про перспективу если вы добавляете бантик то часть перед нами его должна быть больше дальняя часть меньше и вот в этой части это движение волос еще раз уточним ну и длина волос тут смотрите можно делать длиннее короче как нравится больше главное чтобы волосы прикрыли все то что мы не построили мы с вами не построили ни шею ни пластику тут объем лопаток кстати вот в этом месте небольшой рельеф будет видно лопатки а стык получается у нас руки и спины где у нас подмышка тоже не видно за счет кружев если вдруг у вас нет кружева вот в этом месте может быть у вас и будет видно подмышку все карандашный рисунок готов и мы приступаем к работе цвета мы рисуем акварелью мне так нравятся такие залетные люди о! а что делаем? а чем рисуем? а что рисуем? а где фотографии взять? а запись будет? очень-очень будем поднимать настроение такие интересные вот лишнее все убираем с рабочего стола достаем акварель сам карандашный рисунок лучше сделать менее заметным если у вас есть клячка вы можете вот так вот калачиком покатать калачиком сказал колбаской все слова забыла будем начинать делать акварель я буду замешивать на такой вот пластмассовой палитре вы возьмите ту палитру которая вам удобнее комфортнее и здесь смотрите у каждого свое видение цвета я буду делать достаточно иллюстративный вариант как и вот в этом случае у меня здесь все равно шляпа такая очень соломенная желтая очень розовые тюльпаны хотелось сказать пионы то есть такое все достаточно иллюстративно яркое как мне нравится мне нравится создавать такого рода иллюстрации то есть все мои работы они именно такие если вам хочется вы можете можно делать все более приглушенное и не такое по цвету насыщенно ярко то есть посмотрите как больше нравится по цвету я буду делать также соломенную шляпу более охристой чем на фотографии делать более яркой ее также ленту ленту мне хочется сделать с помощью красного цвета сам фон будет насыщенно такой голубой мне хочется сделать именно контраст вот этого голубого неба и такой теплой желто-охристой соломенной шляпой и красной алой ленточкой сами волосы сами волосы можно сделать и рыжими если вы хотите можно сделать каштановыми мы вот мне хочется сделать именно ее брюнеткой но добавить вот эту рыжую ноту красно-оранжевую волосы для того чтобы опять же подчеркнуть теплоту солнца которая ее окружает ну и сама кожа достаточно загорелая как и на фотографии это мы оставим ну и то что у него вот белое такое платье здесь торчать тоже это оставим так как есть давайте будем начинать водичка я беру охру у меня охра желтая от ван гога она достаточно имеет яркий цвет красивый если у вас другая охра берите ту охру которая есть если она у вас слишком серит вы можете ее сделать посветлее добавить в нее к одни желтый то есть посмотрите поиграйте нам нужен такой вот соломенный цвет охра желтая добавили достаточно водички и этим цветом заливаем шляпу то есть наша задача сделать подмалевочек для шляпы ровным слоем ее залить я буду работать одной кисточкой у меня кисточка от ван гога шестерка синтетика мне она нравится работать ей удобно для этого я работала кисточкой арт авангард но ей уже больше полугода и немножко немножко как бы я ее не кипятила кончик уже не такой острый не так удобно ей работать но я ее оставляю для больших заливок кисть мне до сих пор нравится так что для акварели всегда советую синтетические кисти сейчас раньше работала только натуральной белкой но сейчас прочувствовала синтетику мягкую как научились делать очень удобно ей работать кто присоединяется всем привет это краем глаза за чатом наблюдаю если у вас есть вопросы обязательно спрашивайте ну только конечно по теме эфира сколько мне лет и как меня зовут эти вопросы опустим сделали дальше сразу с вами отметим цвет покажем что свет у нас справа тени влево уходят то есть опять же здесь у нас идет охра для того чтобы сделать приятную тень холодноватую сероватую в охристых оттенках лучше добавлять в них фиолетовые цвета то есть я добавляю немножко фиолетовый и вы видите что именно уходит в такую серость цвет уходит в серость не в зеленый подтон потому что если бы мы просто добавили синие оттенки для того чтобы сделать охру более холодной то получилось бы зелень а когда добавляем фиолетовый как видите получается именно серый подтон мы закрываем высоту шляпы перед нами кто опоздал не переживайте у нас будет запись и вырисовываем четкую тень четкую тень от шляпы которая уходит по диагонали влево и так же ее этим цветом заливаем делали далее этим цветом мы сейчас с вами найдем рельеф соломы то есть соломенная шляпа делается из полоски соломы которая скручивается в нужную форму вяжется то есть если вы вяжете крючком вы сейчас поймете о чем я говорю да то есть вы по кругу наращиваете объем то есть у шляпы есть центр центр это вот там где мы находили ось то есть он чуть выше левее точнее выше чуть-чуть и строго по центру вот примерно здесь у нас идет центр и мы начинаем вот эту спираль намечать ее четко вырисовывать не нужно потому что во-первых это сложно во-вторых у нас данная данный завиток данная спираль носит свойства такие чтобы показать что вот именно связана шляпа таким образом что она идет имеет такую текстуру созданная она из салона а не из чего-то там еще вот мы такой завиток с вами наметили и внизу где идут поля тоже примерно где у нас светлая часть вот эти дуги примерно наметили не отправляйте запрос на участие потому что когда вы отправляете запрос на участие значит вы хотите выйти в прямой эфир вместе со мной я думаю что вы не хотите этого делать и по тени тоже продолжаем данные дуги как я и сказала вопросы задавайте по теме а не то что к голову пришло ой слышите сосед начал сверлить классно да и с этой стороны также продолжаем данные дуги вырисовывать по объему шляпы и уже такая текстурка вырисовывается также в верхней части где у нас теневая сторона она уже высохла и мы продолжаем данную текстуру намечать дугами то есть тут дуга идет параллельно вот этому нижнему объему элипса верхнего самое время для сверления да и мне кажется он просто ждал я здесь не живу в этой квартире клячка липнет к рукам может быть вы ее перегрели бывает такое что вы ее долго когда держите в руках она нагревается но если она просто вообще априори липнет к рукам сильно это странно такого быть не должно вот положите ее в холодильник сейчас если она липнет немножко пусть охладится и должна после этого вести себя хорошо теперь продолжим набираем охру сюда же в охру добавим немножко марса коричневого у меня А5 вы берите любой прямоугольный если вам нравится такая ориентация немножко марса коричневого воду и сейчас смотрите делаем достаточно светлый цвет добавляем побольше воды мы будем продолжать отмечать текстуру соломы то есть вот мы с вами нарисовали нарисовали вот эти спиральки теперь местами в этих полосках мы добавляем диагонали мелкие смотрите и в противовес зигзагом и так нужно проработать местами объем вот этих линий между ними чтобы показать что это именно солома прям все все прорабатывать не нужно оставляем некоторые участки пустыми цвет должен быть светлый у вас не должно быть такого ощущения что данный цвет темнее чем тень поэтому добавьте достаточно много воды вроде бы сверлит но не очень громко надеюсь что у нас тут без серьезных шумов пройдет мой и нижнюю часть точно так же прорабатываем здесь также где тень и местами добавляем то есть эта текстура должна быть еле заметным потому что красавец какой сосед просто вообще 8 вечера надо достать дрель правда нет и и в нижней где поля также продолжаем добавлять текстуру местами этого плетения если хочется заморочиться можно прям все объемчики проработать еле-еле таким заметным цветом будет смотреть хорошо но в данном случае так как у нас здесь нет такого акцента на шляпе сильного все-таки у нас здесь еще лента движения волос поэтому можно только местами текстурку прорисовывать на шляпе спасибо большое рады что вам нравится но опять же это у нас только еще основа сейчас мы дальше продолжим добавлять объемчик в этот цвет добавляем немножко фиолетовый делаем цвет потемнее похолоднее и продолжим усиливать тени то есть в нижней части мы знаем что чем дальше тень от солнца в нашем случае вот эта вот верхняя часть чуть подальше поэтому чем ниже ближе к ленте тем темнее должна становиться шляпа к основанию сделаем чуть темнее и ближе к ленте именно где поля также затемним кисть моем кисть моем лишнюю воду убираем об салфетку и нижнюю границу теней где у нас поля растушевали и сверху где у нас тень тоже подрастушевали так мы просто добавили глубины ближе к ленте тень сгустили также этим цветом добавляем тень от ленты более точную тень в этом случае кисть моем влажной кисточкой растушевали нижнюю границу теней и этим же цветом еще раз под самой лентой тень сделали еще темнее под всей лентой сгустили и этим цветом сейчас местами усилим стыки в соломе на шляпе то есть не нужно опять же также все спиральки выводить а только местами показываем где у нас более темные стыки показываем вот это я зря сделала я передумала все видите когда вы работаете акварелью у вас всегда под рукой должна салфетка быть что любой мазок вы можете таким образом убрать прижав к нему салфетку теперь сосед что-то двигает видимо досверлил это знаете как синдром золушки у меня такой бывает что я сижу и мне резко так захотелось пропылесосить попа мыть вот и начинаешь что-то делать и уже наши 12 часов ночи все спят вот и тебе хочется и уснуть не можешь пока не приберешься тут наверное у мужчин обратная сторона что пока не не повесишь полочку не успокоишься так где у нас теневая часть также местами местами добавляем стыки между рядами тут где шляпа также отвечаем не просите принять участие не отправляйте запрос на принятие участия в эфире тем самым вы хотите подключиться ко мне сюда выйти в прямой эфир я думаю вы не готовы сейчас выйти в прямой эфир мы с вами не договаривались так сделали тем самым местами показали более темные стыки еще оживили вот этот характер плетения на шляпке дальше усилим свет опять возьмем чистую охру с водой чистую охру с водой смотрите сейчас мы понимаем что у нас солнце здесь сверху слева получается что чем ближе к солнцу тем должно быть светлее поэтому вот сюда чуть подальше от солнышка мы насыщенность наберем сделаем снизу чуть более охристый объемчик то же самое с полями вот сюда к нижнему краю нижнему краю сделаем объем еще более охристый а получается выше оставим более светлый объем усилим объем давайте красным цветом закроем ленту как я и сказала мне хочется использовать ауну кадмий красный такой насыщенный красный цвет вы можете выбрать цвет ленты по вашему усмотрению добавляем воду добавляем воду и закрываем ленту в моем случае еще бант и вот всю ленту закрываем делаем вот Продолжение следует... Сделали. Пусть пока у нас лента подсыхает. Мы красный цвет сильно-сильно разводим водой, вот до такой розовой водички. И этим цветом добавляем розовые отблески по всей шляпе. Вы должны понимать, что если у нас такая активная красная лента, она должна отбрасывать рефлексы на шляпку. Поэтому по всей шляпке местами расставили вот такие розовые блики. Так будет смотреться живописнее. Пока лента подсыхает, давайте закроем кожу. Будем работать с этим же аум цветом. Смешаем его с охрой. Охра, ауна и марс коричневый. И марс коричневый. Как я и сказала, кожа у нас загорелая. Добавляем воду. И этим цветом закрываем плечо. Кожа у нас достаточно загорелая еще, потому что девушка стоит против солнца. В этом месте у нее плечо достаточно теневое. Поэтому мы тут смело берем достаточно насыщенный цвет для кожи. Продолжение следует... Сделали. Теперь этим же цветом усиливаем цвет на плече. Вот где у нас идет именно объем волос. От этого объема у нас здесь падает тень. В этом месте цвет кожи становится еще насыщеннее. Вот именно где вот этот уголочек плеча. Также к нижнему объему вот сюда, к белому кружеву, у нас тоже цвет спины становится темнее. Кисть моем. Влажной кисточкой переходик сглаживаем. Этим же цветом сейчас сразу прорисуем рельеф в кружеве. Тут я немножко упрощу. Найду просто центральные такие полоски, как веером. Центральные по длине, а боковые покороче. И снизу точечку. Можно, конечно, более точно кружево отрисовать, но я думаю, не стоит сильно заморачивать. Теперь цвет спины, вот цвет кожи делаем светлее, добавляем больше воды. Для того, чтобы закрыть вот этот кусочек спины, потому что он находится ближе к солнышку. Поэтому он должен быть посветлее, вот этот участок, чем остальная спина. Ну и добавляем цвет на волосы. Я набираю марс коричневый побольше. 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 Так, меня инстаграм попросил уйти. Но первая часть в IGTV сохранилась, поэтому кто хочет в IGTV смотреть, первая часть тоже будет. Я тут пока набираю марс коричневый. Мой сосед начал не только сверлить, но еще и стучать молотком, поэтому крепитесь. Он будет присутствовать, видимо, до самого конца с нами. Марс коричневый. Марс коричневый добавляем. Кадмий красный. Кадмий красный. Такой делаем красновато-коричневый цвет. Воду добавляем. Воду добавляем. И этим цветом начинаем закрывать волосы. Вот эту верхнюю часть волос. Под шляпкой. Полностью этим цветом закроем. Дальше цвет делаем намного светлее. Можно немножко ухры добавить. Охру, воду. Этим цветом начинаем прорисовывать нижнюю часть волос, потому что она местами, на солнце, достаточно яркими бликами. Достаточно яркими бликами волосы светятся, поэтому их основу делаем светлую. Старайтесь с мазочкой уже делать по движению волос, добавлять волну. И можно местами даже белые блики оставлять. И уже текстурку прорисовывать для волос. Предыдущим цветом, более темный, красно-коричневый, закроем прядки, которые находятся в тени. И вот здесь прядки находятся в тени. Туалик найдем, отметим. Делали. Пусть пока у нас нижняя часть высыхает. Мы с вами уже достаточно четко отметили тень на волосах. Это поможет нам в дальнейшем прорабатывать их объем. Все-таки девушку мне хочется сделать более рыжей, поэтому я делаю такой достаточно активный красноватый оттенок. Если вам хочется ее сделать больше брюнеткой, то добавляйте намного меньше кадмия красного, больше охры в марс-коричневый. Так, сейчас пока у нас подсыхают волосы, мы вернемся к ленте. Я набираю кадмий красный, в него немножко фиолетовый. И этим темным цветом нам нужно с вами показать тени на ленте. Тени на ленте, они будут практически везде. То есть мы небольшую полосочку оставляем слева. Показываем, что там у нас свет на ленте. Я вот тут мимо заехала, кисть отжимаю и сухой кистью собираю лишнее. Далее, этим же цветом мы, вот где у нас центральная часть бантика, мы ее темним. Правую ее часть оставляем на свету. Также к основанию темним бантик. Вот эту вот часть полоской оставляем светлую, внутреннюю часть закроем. А вот здесь полоской оставим свет. Дальняя часть банта остается такой же красной, только вот ее внутренняя часть, вот этот вот загиб, темним. И у основания ленты, у основания ленты, подзатемним. Сделаем. Пусть высыхает. Закроем фон. Для фона я буду использовать, как обычно, циррулиум от Невской палитры, потому что мне этот цвет нравится. Как-то прочувствовала я его. Для фона именно. Я его редко добавляю куда-то в замесы, а беру открытым для фона. Это такой приятный голубой оттенок. Выберите тот синий цвет, разводите водичкой, который вам даст тот голубой цвет, который вам хочется добавить. Я набираю голубой цвет и этим цветом закрываю фон вокруг девушки. Можно взять голубую фото с водой, можно взять и кобальт, ну просто будет оттеночек другой голубого. Выберите тот, который вам нравится больше. Как вы заметили, сосед перестал сверлить. Это прям замечательно. Или может быть он просто зашел к нам в прямой эфир порисовать. Почему бы и нет. Закрываем фон. Продолжаем. 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 Да, я весы, я не могу выбрать, какой оттенок использовать. Да, можно взять несколько голубых. То есть посмотреть, как больше нравится. Можно добавить эффект, что здесь какие-то облака, может быть дальние горы, еще что-то. Посмотрите, как нравится больше. Я делаю рваный край. Я просто сделаю заливку таким голубым вокруг фигуры девушки. Ближе к девушке я сделаю цвет по насыщеннее. Тоже постарайтесь ближе к фигуре фон сгустить, чтобы легкий градиент чувствовался. Это создаст дополнительную концентрацию вокруг фигуры, вокруг девушки. То есть именно ближе к ней еще дополнительными мазочками фон сделаем по насыщеннее. Именно вокруг девушки. Ну, еще это подчеркнет свет, потому что, когда мы будем делать вокруг девушки светлые белые блики, то это еще усилит насыщенность светлых объемчиков, лучиков. То есть так вот, еще больше солнечного света в работе чувствоваться. Но опять же, вы видите, что голубой очень выигрышно смотрится именно с рыжими охристыми нотами. То есть голубой, желтый, оранжевый, синий, красный. Эти все цвета, они комплиментарные. Очень хорошо друг друга подчеркивают. Что я еще сделаю? Смотрите, сейчас не хватает холодной ноты фона в тенях на нашей девушке. Мы вот этот голубой цвет, который у нас на палитре, разводим водой. И в тенях немножечко лессировочкой добавляем эту голубую ноту. То есть у нас здесь естественный свет. Солнечные лучики очень теплые. Поэтому вот эта холодная нота, которую мы лессировкой добавим в тени, будет смотреться очень гармонично и выигрышно. То есть волосы немножко под лентами на плечо. Сделаем. По-моему, смотрится отлично. Нам нужно, конечно же, ждать, пока это все высохнет, чтобы убрать простой карандаш. Но мы продолжим прорабатывать волосы. Я хочу сделать девушку еще порыжее. Поэтому в цвет волос. Вот тут у меня кадмий красный, марс коричневый. Я сюда добавляю желтую. Желтую среднюю. Ну и еще кадмия красного. Воду. Не забывайте про воду. Вода очень нужна и важна. И продолжаем. Нам нужна волна волос. То есть здесь, опять же, в легкой рукой ведете прятки. Местами оставляете светлые просветы. Насколько получится плавная линия, зависит от вас. Потому что у кого как поставлена рука. Так как я рисую очень давно, у меня достаточно плавные получаются мазки. именно потому что рука уже поставлена. Если у вас получается чуть менее плавно, в этом нет ничего страшного. Вы учитесь. Наслаждайтесь процессом. Просто старайтесь поймать вот это движение волос. Тут главное не зацикливаться на том, что не получается, а отпустить ситуацию и постараться движение поотрабатывать. Потому что я уверена, это не последняя девушка, нарисованная вами с волнистыми волосами. Все еще впереди. Мы тренируемся. То есть я тоже сейчас тренируюсь. Должны понимать, что каждый художник он постоянно учится. То есть вот тут я еще прятки выведу на фон. Хочется мне сделать их более игривыми. И сюда. Вот у основания погуще закройте цветом. К нижней части оставьте больше светлых. Больше светлых бликов, а сверху потемнее, понасыщеннее. Но мы еще там тени усилим. И где у нас идет светлая часть? Тут я тоже прятки небольшие на тело заведу. То есть вот такие нюансики, когда прятки волос выбиваются, делают работу живее. Цвет добавим больше марса коричневого. Пойдем к тени. Больше марса коричневого. И немножко фиолетовый. Получится красивый темный оттенок. Этим цветом усиливаем тени тени под шляпой. Тут достаточно сильная тень должна быть именно под самой шляпой. Мы очень смелой рукой линию теневую проводим. и смотрите, у нас более четкое движение под шляпой теневое должно быть, но все равно местами стыки между прятками опять же становятся более темными. Мы сейчас глубину в волосах будем добавлять. помним про свет, что он все-таки у нас правее, поэтому левее мы добавляем больше данных теневых мазочков в волосах. Особенно вот в этой части мы можем прятки очень сильно затемнить. Тут достаточно темный объем, потому что против солнышка стоит. Чтобы показать контраст солнечного света не бойтесь темнить, потому что именно с помощью теневых объемчиков насыщенности цвета и получается передать яркость солнечных бликов. Под шляпкой продолжаем темнить объемчик. прятки, которые вывелись. Ну и в самих волосах местами совсем немножко сильно не нужно добавлять много теневых объемов. добавили немножко. Местами хочется еще добавить насыщенности волосам, то есть сейчас немножко за счет таких контрастных теней и не очень насыщенного цвета волосах они вот эти вот линии смотрятся слишком контрастно, поэтому мы вернемся к Марсу коричневому, к Адмию красному и еще немножко текстурки волосам добавим. Не забывайте света оставлять. Вот я особенно затемню нижнюю часть волос, которая находится вот здесь левее, потому что данный объем он дальше от солнышка. дальше от солнышка. Здесь оставим достаточно светлый объем. Дальше от солнышка чуть больше порядок. Вот такая прямо рожеволосая девушка получилась. Как я и сказала, если вы хотите сделать более ее каштановой, то делайте акцент не на красном волосах, а на охристом. То есть марс коричневый охра. А тени также фиолетовый. Так, идем дальше. Дальше у меня еще фон не просох, поэтому я пока займусь. Причем тут чуть-чуть надо подубрать простой карандаш. Сейчас я начну потихоньку убирать простой карандаш. Если вы делали карандашный рисунок не такой яркий, как я, вам будет попроще. Мне сейчас нужно очень аккуратно работать, чтобы не испортить твое акварельное. Вот тут, где у меня идет кружево, мне нужно подубрать простой карандаш. надо добавить цвет на ткань и еще углубить тени на плече. Девушка у нас загорелая. На отдыхе видимо уже недельку. Здесь я сейчас возьму совершенно другой синий цвет, нежели фон ультрамарин с водой. Так, у нас еще один хохотун залетный в чате. Посмотрели на него все и улыбнулись. Так, разводим ультрамаринчик водичкой. Вы тоже возьмите другой оттенок синего, нежели фон. И этим цветом закрываем бретельку. Верхнюю ее часть полосочку оставьте белой, потому что тут идет солнечный блик, а так как сама спина находится против солнца, белая кофточка у нас становится не белой. Нижнюю часть я ее почищу клячкой, карандашик обеспачкала. кружево. Ну и что? Нам нужно делать намек на кружево. То есть здесь объемчик каждого кружева я обведу немножечко и можно данный объемчик вот книзу. Только верхнюю часть вот эти верхушки ровников я оставлю светлыми, а остальное подзакрою голубым цветом, потому что кружево у нас также находится против солнца и оно не может быть белым. закрыли. Вот здесь смотрите у нас идет загиб. Перед нами объемчик мы закрываем голубым, дальний оставляем белым, потому что он ближе к солнышку, а вот этот объемчик находится против солнышка. Сделали. Цвет делаем темнее, добавляем больше ультрамарина и воды. Так, я так понимаю, что вы тоже Даша, я ваш комментарий прочитала, учла. Ну, посмотрим, может быть, будут желающие еще для запишу. Посмотрим. Услышала я вас. В этом объемчике сейчас будем добавлять намек на кружево. Понятно, что прорисовывать все кружево это достаточно это достаточно долго, поэтому мы делаем это силуэтно. То есть, между данных объемчиков можно сделать по три мазочка. Такой намек на какой-то объемчик кружева. Так, и внутри, внутри, симметрично вверху я сделаю еще вееры. Ну, опять же, я стилизую, упрощаю. Какие-то елки получаются. Ну, не так важно. Елки тоже сойдут. Просто это только намек на кружево. Дополнительные мазки сделаю. Все желают. Посмотрим. У меня просто под каждой работой все желают, чтобы я каждую свою картину снимала на видеоурок, но, как вы понимаете, это не всегда возможно. тень добавляем от волос. Тень добавляем от волос. прятку уже заговариваюсь. И вот эту бретельку мы темним снизу. Книзу делаем ее темнее, сверху светлее. Пусть пока у нас имитация кружева закончена. Опять же, конечно, если хочется, можно заморочиться, все это попрорисовывать, но, опять же, мне кажется, не нужно переводить слишком большой акцент на кружево, когда у нас девушка намного важнее. Мне кажется, вот эта романтика шляпы и волос, на нее нужно потратить больше времени. Сейчас займемся спиной. Нужно усилить тени. Берем охру и в нее чуть-чуть фиолетовый. охру и фиолетовый. Сюда же добавляем кадмий красный. Снова фиолетовый. Такой должен быть коричневатый, красноватый цвет. Этим цветом нужно усилить тени. У нас идет тень на спине от волос. Я даже сделаю цвет еще более фиолетовым. еще более фиолетовым, чтобы не сливался объем с волосами. Здесь у нас еще есть лопатка. Под всеми волосами сюда уходит достаточно насыщенная тень на спине. В этом месте спина темнее еще. и сюда чуть-чуть где подмышка затемнили. Этим же цветом темним просветы в кружевах. у нас там спина темнее, то и данные прорезы тоже должны быть темнее. Кисть моем, цвет делаем светлее и переходик растушевываем. У нас должно быть ощущение, что книзу спина стала темнее еще. спрашивали по поводу эфиров в 19.30 раньше я не могу так как я мать раньше я не могу вырваться и чаще всего по средам у меня получается уехать из дома и провести прямой эфир. Раньше я проводила прямые эфиры из дома это достаточно проблематично когда ребенок спит. Сделали в этом месте спинку затемнили. Также этим цветом спину нужно затемнить плечо вот сюда где у нас волосы вот в этом месте эта линия спины тоже должна быть в тени. Запись сегодняшнего эфира конечно будет у меня на IGTV и на ютубчике границу растушеваем вот тут смотрите кстати интересно видите вот эти вот точки вылезли это брак бумаги то есть это не то что я тут точки поставил эта бумага так промокла и появились пятна такое я встречаю впервые в этом скетчбуке я уже рисую видите как давно и у меня первый раз и у меня вылез брак бумаги то есть когда вы рисуете видите что какие-то точки появились темные вы знаете что это просто брак бумаги это именно бумага промокла но после высыхания это практически исчезнет закрывать свои уроки на YouTube ну нет я обычно когда планирую закрывать я так и говорю что уроки я закрою и они будут недоступны на YouTube эти записи которые и эфир которые я провожу в Instagram я их оставляю открытым открытым потому что это все-таки прямой эфир и здесь у нас идет с вами живой диалог я отвлекаюсь на чат я в итоге сама еще не уверена что у меня конкретно получится поэтому такой экспромт мы с вами просто рисуем по интересным фотореференсам и я вам рассказываю этапы работы для вашего дальнейшего творчества так пока у нас спина подсыхает у меня высох фон высохла шляпа я наконец-то уберу простой карандаш потому что он немножко портит все впечатление я его изначально не должно было быть так сделали закончим с ленточкой то есть нас осталось не так много работы мы с вами рисуем уже полтора часа совсем чуть-чуть осталось кадмий красный я уже замешивала фиолетовая по насыщеннее сделали цвет нужно еще усилить тени на ленте особенно вот здесь вот где у нас ближе к банту вот сюда тень сгущается ближе к банту дальше где у нас еще идут внутренний объем бантика стык с центральной частью здесь внутренний объем бантика и стык с центральной частью и там где у нас начинаются ленты тоже у них стык достаточно теневой нижнюю ленту затемнили посильнее дальше нужно еще усилить тени на шляпе точнее вот эту нижнюю тень она должна быть чуть темнее чем верхняя поэтому берем опять охру фиолетовой воду такой серый должен цвет получиться воды побольше и этим цветом нужно еще раз пройтись и ближе к ленте тень усилить есть чуть светлее снизу ближе к границе фон не очень получился в смысле не получился можно подразмыть можно еще одним слоем залить посмотрите в чем проблема и саму ленту хочется сделать более насыщенный поэтому я беру просто кадми красный с водичкой и дополнительный объемчик на ленты добавляю именно там где прогибы делаю насыщение а там где выпуклый объем ленты я оставляю более светлый объемчик это усиливает это вот движение ленты то есть где прогиб там темнее где выпуклая часть там светлее границы размываем границы размываем с бантом также центральную часть можно сделать по насыщенней к основанию данных бантиков усилить цвет ну и также пройтись по всей ленте еще и сделать покраснее лессировочкой сделай покраснее стало лучше теперь еще хочется усилить движение волос на девушке то есть нас марс коричневый кадми красный основной цвет вот хочется в этом месте где у нас нет четкости немножко таки тоненькие тоненькие прядочки добавить есть также я конечно размахнулась с волосами полностью закрыла плечо если у вас плечо открыто это хорошо у меня плечо убежало не рассчитала я немножко думаю не страшно так сделали берем остатки цвета вот этот вот охра и фиолетовый такой серый оттеночек этот же оттенок теней мы добавим на наше платье то есть усилим тень под волосами к низу бретельку затемним внутри какие-то рельефы теневые отметим покажем что цвет пересекается делали ну и в самом финале вот хочется вот этот вот охра с фиолетовым еще раз вернуться идти ближе к ленте вот тут прям стыд выделить теневой его не хватает более такую четкую тень вот в этом месте красный кадмин красный морс коричневый чуть-чуть еще также прядочки под затемну сделали все наша работа практически готова остается белые блики вы берете белую гельвую ручку либо белый гуашь и можно усилить блик свет солнца то есть я вот здесь вот в этом месте прям добавлю белые отблески на прядки выделю верхнюю часть бретельки силуэт плеча в этом месте тоже блик на волосах и небольшой блик на плечо то есть мы как бы показываем что девушка находится против солнышка верхнюю часть шляпы выровняем можно блик с правой стороны на центральную часть бантика немножечко на ленту по верхней части здесь тоже по ленте по верхней части на волосы по чуть-чуть местами можно добавлять блики то совсем немножко куда здесь солнышко проникло по идее можно еще по прорисовывать рельеф кружева дополнительные как бы пупырышки данных ромбиков тоже сильно не увлекаться только еще вот в этом месте подчеркнуть что тут у нас загиб такой что перевернулась бретелька белым цветом подчеркнуть все работа готова потратили на нее полтора часа достаточно такой быстрый легкий этюд без сильной смысловой нагрузки но по моему получилось очень мило я работу подпишу вы тоже обязательно ее подпишите я ставлю год создания вы можете поставить более точную дату чтобы в итоге посмотреть как ваш уровень вырастает и с каждым разом работы все лучше и лучше получаются большое спасибо я все вижу за ваши оценки за сердечки мне очень приятно вам большое спасибо за участие запись и конечно же вот у меня на gtv и на ютубчике обязательно проходите смотрите завтра выгружу сегодня смонтирую и можно будет уже и по записи порисовать для тех кто не успел или для тех кто хочет еще раз повторить этот сюжет получилось по-другому если сравнивать с фотореференцией но по моему очень интересно ярко буду рада если вы прессуете со мной потом поделитесь вашим результатом большое спасибо я рада что вам понравилось давайте будем закругляться не забывайте заглядывать ко мне в stories потому что мы там выбираем темы для наших эфиров следующий прямой эфир будет по гуаши поэтому для тех кому интересно гуаши заглядывайте в stories там будет голосование для следующего прямого эфира голосование начнется завтра получилось очень большое спасибо все буду закругляться всем пока пока еще раз спасибо большое за участие спасибо Продолжение следует...